А как в Дагестане с заболевшими? Опять же, в интернете говорят много. Ну, это вот мы тоже как бы только по интернету знаем. На самом деле здесь очень много заболевших. В горах особенно. Миш, клянусь, вот любого просто. Дайте мне вот... Выскакивай против Хазбулаева, чё ты скажешь. Вообще без проблем, конечно. На самом деле, вот, хороший вопрос. Я до него по-любому дойду. Рано или поздно, или его тоже нахожу. Я всегда готов к любым вызовам. Обычно мне не кидают эти вызовы, а я жду этих вызовов. Мне даже интересно, как это бывает. Да, шо ты говоришь? Вот эти секреты нельзя раскрывать. Но мне, короче говоря, дадут бой. Мага Исма бывает с нами, да. Тоже прилет. Тогда он при... Третьего. Третьего тоже прилет. В тот момент, когда ты уходил из ACA, это было в хорошем? Я когда уходил, там было ACA. И перед началом интервью у нас самая лучшая реклама, которую вы когда-либо видели в своей жизни. Инстаграм Вестника ММА – это самая крутая страница, на которую обязан подписаться любой болельщик ММА во всем мире. Горячие инсайды, уникальные новости, розыгрыши призов, прямые трансляции со звездами ММА и ответы на все ваши вопросы. Еще не подписаны? Тогда бегом исправляться. Сегодня в гостях у Вестника ММА сразу два дагестанских гангстера. Это Курбан Тагибов и Гамзат Хирмагомедов. Привет, ребят. Здорово. Здорово, Мишель. Сначала мы думали сделать поддельное интервью, но ребята сказали, что будет вдвоем веселей, так что попробуем. Такой необычный у нас сегодня будет формат. У нас традиционный вопрос, он про карантин и где вы сейчас находитесь. Я знаю, что Курбан буквально совсем недавно был в Санкт-Петербурге, мы с ним делали эфир прямой. И сейчас, как я понимаю, вы оба находитесь в Дагестане. Расскажите, что у вас там происходит, потому что по интернету говорят, что в Дагестане прям совсем сейчас тяжело, много заболевших. Как у вас? Давай, я отвечу. Короче говоря, мы здесь находимся, тренируемся, залы пока закрыты. И если открывают, то там вообще немного народу бывает, 3-4 человека. А мы тренируемся в основном на улице, на пляже, в парке, на великах бывает, катаемся, нормальный километраж, короче, делаем. Вот как-то так сейчас, я думаю, сейчас лето начнется и начнем уже усиленно готовиться, все включим, борьбу, спарринги, все дела. Как я понимаю, что Гамзат все это время был в Дагестане, да? То есть ты же из Питера приехал недавно, а Гамзат... Ну, я уже где-то месяц, можно сказать, почти одинаково, короче. Он приехал и через неделю, дней 10 я приехал. А Гамзат из Москвы, да, приехал? Да. Расскажите, как было пересекать границу, сложно или нет? Потому что расскажешь, что из Москвы сложно вообще? Нет, ну не без того, на самолете прилетели, сели, заполнили. Там просто надо единственное заполнять там, типа ты там, у тебя там симптомы такие-то, такие-то были там или что-то. И через тепловизор, короче, проверяют тебя, ты болеешь, не болеешь. Ну, как бы все нормально. Не просили никакой карантин, там 14 дней дома сидеть, ничего такого? Нет, так-то говорят, ездят машины, там поломаются, говорят, что дома сидели. Три дня было жестко, но... Нормально, короче, говорят, все. А как в Дагестане с заболевшими просто? Опять же, в интернете говорят много. Ну, это вот мы тоже как-то только по интернету знаем. На самом деле здесь очень много заболевших в горах, особенно там... У людей там с таким здоровьем, когда они такой вирус подхватили, и больницы далеко находятся, медикаментов, ничего нету. И в горах очень много людей болело, и умерло тоже очень много людей. А почему тогда, наоборот, вы решили из Москвы, из Питера, где там, знаешь, есть и медикаменты, и больницы, поехать домой в Дагестан? Я... Ну, здесь тренироваться подпишем. Здесь как бы все рядом, море рядом, как бы в плане тренировок. Если взять, то здесь хорошо. А там как бы ездить надо, и чуть-чуть жестко там, что ли, я не знаю. Ну да, он меня для этого и вытянул с Питера, чтобы пахать здесь. И здесь реально, ну, лучшее условие для тренировок в любой период, короче. В период пандемии или там в любой другой период. Здесь всегда есть возможность... В любой непонятной ситуации надо ехать Махачко-Лукавич. Да, он точно правильно сказал. Сейчас ACA сделали анонс, что у них будет, ну, анонсировано уже два турнира. Один 11 июля, второй, по-моему, 24 июля. Если Курбан уже в ACA и есть уже какая-то информация о том, что у него бой будет на одном из этих турниров, мы сейчас тоже об этом поговорим, то про Гамзата не очень понятно. Я видел, что Гамзат написал пост про бой у Шукова, что он готов выскочить против него, отомстить типа за брата. Давай начнем тогда с Гамзата. Гамзат, расскажи, к чему ты готовишься и есть ли какие-то уже переговоры с ACA? Переговоров его не было, но это мои желания, я этого хочу. Я хочу добиться этого бойа, так как, ну, он, не знаю, я считаю, хороший бойец, неплохой. Я хочу, он заодно себя проверить, я себя проверю. Но я уверен в себе. А весовая категория 77 килограммов? Разницы нету, хоть 84, хоть 77. Я и там, и там себя хорошо чувствую. А сколько сейчас весишь? Ну, Шаг где-то 85, наверное, 84. Меня чего интересует, вообще лига ACA, она достаточно, ну, категорично относится к бойцам, которые из этой лиги уходят. Вот расскажи, тот момент, когда ты уходил из ACA, это было в хороших отношениях? Я когда уходил, там был ACB, ША, ACA, как бы, я не знаю. Ну, будем стараться, будем заходить. Ну, организаторы тоже меня должны быть с правильной точки зрения понимать, потому что, когда я просил титульный бой в Дураево, мне они не дали его, они хотели, чтобы я еще бой делал. А я был уверен в себе, с вашей силой, что я заберу этот поезд. Потом мне поступили вообще другие предложения, где, ну, как бы, я сам загорелся, я поехал, хотел это сделать. Но, увы, печально закончилось. Да-да-да, я понимаю, что он про PFL, что у него там есть поражение. А если вот говорить про 77 и 84 килограмма ACA, есть еще какие-то имена интересные для тебя, кроме Ушукова? На 84 неинтересный претендент. Ну, не то, что претендент, а у кого поездом. Слава Абдурахманова, да? Есть. И он неинтересен. Потом Ушукова. Потом Стуменовым тоже хотел бы. Стуменов сейчас ушел уже с лиги. Ну, да. Он уже покинул эту лигу. Печально. Говорят, что в UFC будет. Опять вернется. Окей. Теперь пару вопросов к Курбану. Курбан, вот в паблике «Дагестанские войны», как так он называется, я, может быть, сейчас путаюсь с названием, ну, в разных пабликах «Дагестан ММА» появилась информация, что скоро они расскажут анонс твоего боя. Может быть, ты нам тоже? Так это я сам говорю. А, ну вот, так может быть, ты нам какой-то инсайд саливешь? «Дагестанские войны». Я не знаю, не слышал такой группы. «Дагестан ММА» есть и «Дагестан Файтерс» есть. Ну, «Дагестан Файтерс» по-русски будет «Дагестанские войны». «Дагестанские бойцы» же, нет? Ну, неважно. «Дагестанские бойцы» – бойцы. «Бойцы войны». Миш, ты же на английский ходишь на эти курсы. Это все синонимы. Ты лучше расскажи, что за анонс. Может быть, знаешь, намекни хотя бы. Короче говоря, мне вот ACA вот эти секреты нельзя раскрывать. Но мне, короче говоря, дадут бой, обещали сейчас в одни из этих чисел. Я думаю, я бы хотел 24-го числа подраться. Я думаю, скорее всего, 24-го я драться и буду, 24-го июля, с каким-нибудь соперником из топ-10. Мне кажется, что давным-давно пора ему запользовать. Ну, об этом мы с ним уже давно говорим, особенно реванш с Фройсом. Просто сейчас же иностранцы не смогут в России драться, потому что иностранцев сейчас не привезешь особо. И вообще в топ-10 твоего веса в 65 килограммов. Есть много интересных ребят. И давай обсудим их. Как тебе? Давай. С кого начнем? Да, но перед тем, как их обсудить, я еще хотел спросить про твое место в рейтинге. У тебя девятое место. Девятое, да? Да, и на мой взгляд, достаточно несправедливо, мне кажется. Я бы тоже себя выше поставил бы. А кто там? Ты знаешь вообще? Да, конечно. Гончаров. Дальше кто? Потом Сулейманов, который дрался на ИСЕ в Казахстане. У него, кстати, неплохо с победами, но просто у него таких прям больших имен. Я просто, я вот лично Гончаров выиграл моего друга Рустама. Единственного, я считаю, достойного соперника. А вот этого, кто Алихан Сулейманов, кого он выигрывал, я тоже не знаю. Но я, ты можешь хоть миллион боев делать, ты же должен кого-то выиграть с именем. А с именем, там, кто выигрывал, скажи мне. Вот дальше кто там. Ну вот они, Фаниль Рафикова и Гончаров выигрывал, и Сулейманов, по-моему, тоже. Потом вот из Казахстана парня, вот у них на последнем турнире возрастной такой спортсмен. Дальше идет Рагимов. Турал? Да, Турал. Он тоже из Питера, ну и Азербайджан. Да, я знаю его, я знаю Турала. Не, мы готовы принять вызов. Просто это? А топ-1, а топ-2. Я бы хотел бы, если здесь временный пояс был бы. Ну, потому что за настоящий бой тратся Хазбулаев, там, это, ну, вы уже обсудили этот момент с Лигой. То, что он давно заслужил этот бой. Но все равно мы как бы не отказывались от претендентского боя. Короче, да. Я бы хотел бы, на самом деле, вот сейчас бой, вот, и если мне следующий бой дали бы за титул, я бы очень рад был бы. Так, а если лига скажет тебе, что вот Филиппов Ройс приехать не может, у тебя есть победа в активе над Филиппов Ройсом, есть две победы подряд в Лиге ACA, выскакивай против Хазбулаева. Что ты скажешь? Вообще без проблем. На самом деле, вот, хороший вопрос. Я бы не отказался бы от такой возможности подраться за пояс. Ничего личного, это спорт. Это нормально. Я бы не отказался бы. Я думаю, и Магомед Рассул бы меня понял бы, потому что это спорт. Сой, не сой, на дороге не стой, как говорится. На самом деле, у меня есть отдельный вопрос для Гамзата, у него очень много пацанских цитат в Инстаграме, и сегодня он расскажет нам несколько еще. Давай еще, сплесли что. Что сказать? Что за цитата? Это надо подумать, что сказать. Ну, это окей, у тебя будет еще время. Давай еще пара, что пара. Ваша честь. Да, что ты говоришь? Так, что за цитата? Не, ну, там чуть-чуть она с матом идет, что он говорит. Ну, ты запикай, или я запикаю? Ваша честь, прошу. Да, 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 братан, не говори такие вещи здесь. Окей, у нас будет текст там внизу. Давай, сейчас... Ну, могу, знаешь, что сказать. Как огонь горели ваши речи, ну, а при встрече мы тушили вас, как тушат свечи. Неплохо. Я, кстати, видел это в Инстаграме. Ну, да. Прикольно. Давай сейчас, Гамзат, вернемся еще к тебе. Хотел пару еще слов обсудить с Курбаном. Полпутников. Полпутников? Да, Миш, клянусь, вот любого просто. Дайте мне, вот я никогда, никогда не было такого, чтобы я как-то от какого-то соперника отказывался. Или там, даже когда вот варианты были, чтобы меня поняли там чисто вот и спортсмены, и люди, чтобы я мог... Если бы я себя отказался бы, допустим, а так там, то это как бы выглядело бы нормально, я все равно не отказывался, и шел, дрался. И мне разницы нету. Просто дайте мне того, кто меня приблизит к этому титулу. Все. Мне вообще разница. Дадут хоть полпутникова, хоть кого угодно. Нам главное, чтобы пояс на нашем талии, чтобы висел пояс. Это одна такая моя мечта, чтобы я одел этот пояс. И, как сказать, он был на моей талии, короче говоря, защитить этот пояс я бы тоже хотел. Я считаю просто это в моих силах, понимаешь, Миш? Я думаю, что да. Особенно действительно у тебя есть противостояние против чемпиона этой лиги, и тогда ты выиграл. Этого чемпиона последний, кто выигрывал, это я. Поэтому я думаю, что я могу это еще раз сделать. Я знаю, как... Он, конечно, другой боец, но я тоже другой, я тоже вырос. Я тоже, если при должной подготовке, я могу просто ему вообще шансов не оставить. Я не помню, чтобы у меня хоть какой-то из моих последних боев, которые за последние 3-4 года, чтобы я реально подготовился на своей... У меня никогда не было просто полноценной нормальной подготовки. Я всегда вот так выходил без таких каких-то этих... Ну, где-то на 50-60% выходил, и вот этого мне хватало, чтобы я мог нормально конкурировать. А если я нормально подготовлюсь полностью, просто без всяких травм, без всяких, я не знаю, вот этих... Чисто буду заниматься своей подготовкой, то я думаю, там... Просто равных не думаю. Вот что мы думаем. Мы сейчас тоже думаем, что нам нет равных. Нужно это проверять в боях. Нужно это короче говорить. Я как-то тебе аккуратно пытаюсь это сказать, а Гамзат просто вот прямо... Рубит правду матку. Гамзат, вопрос к тебе. У тебя, у брата должен быть тоже скоро бой, и появилась информация, я тоже точно не могу сказать правду или нет, что это будет реванш с Кичигином. Ты можешь не подтверждать пока эту информацию, но если это будет реванш с Кичигином, поедешь ли ты секундировать брата или вообще... Конечно, я на всех его боях, стараюсь быть на всех его боях, потому что это мой брат, это моя кровь, это мое все, как бы будет неправильно с моей стороны, если я не буду там. Вот если чеша, от чем я, наверное. А Гаджи Мурада вы как-то собираетесь выцепить в Дагестан или он в Москве будет готовиться? Нет, он же приедет, должен приехать. 2-3 числа он будет тоже здесь. Кто у вас еще будет? Ну, прям целая команда собирается? Ну, пока мы троем, а так дальше уже посмотрим. Мага Исма бывает с нами, да. Тоже придет. Когда он приедет? 3-го. 3-го тоже приедет. Короче, Гаджи Мурад и Исма 3-го числа приедут, и мы уедем. На великах увидим. Они нас загоняют, короче, через чушь. Они заставляют нас... Вы как младшие, если вы. Хочешь, не хочешь, приходится их слушать, короче. Гамзат, а у тебя тоже вот эта цель есть? Именно титульные бои? Просто вот я, например, говорил с твоим братом для Курбана, как он говорит, ему важно, чтобы висел титул на груди или там на поясе. А Гаджи Мурад, например, рассказывает, что самое главное – это хороший гонорар. Что ты думаешь? Важнее гонорар или пояс? Для меня и пояс, и гонорар – это все вместе, короче. Для меня одно другому не мешает. Это все вместе ведь идет. Когда пояс бывает, и гонорар тоже. Ну вот, например, тоже Майги Исмаилову, я так понимаю, пояса эти нафиг уже не нужны, и он как-то не болеет поясами, зато ему и платят больше всех. Ему тоже нужны, это каждому человеку нужны. Это как-нибудь… Нет, у него просто, понимаешь, Миш, у него есть варианты, у него есть варианты, вот видишь, Александр там, еще там, Минеев там, у него есть варианты. Эти, знаете, это варианты, знаешь, как, ну, он как бы тоже вот в этой гонке, но он, у него еще другая дорога есть, вот эти хайповые бои, короче, денежные. Каждый раз включается так, как он может. Он может и там, и там, короче, у него две дороги. Так, если у любого была бы, вот, допустим, у меня там, или у Гамзата, там, возможность такие же денежные бои делать, то их все делали бы. Мага, если честно, мне кажется, вообще уникальный такой. Он смешный, и боец хороший. В натуре хороший, топовый. И пахар тоже. И пахар. Вы смотрели вчерашний турнир Леон Варьерс? Не, а, Мишу посмотрел, нокаут Миши, и то у Минеева нокаут тоже был там. Я чисто, вообще, хайлайт смотрю. Я так вообще не смотрю эти бои. Я почему спрашиваю, там дрался Минеев. Гамзат, может, тебе интересно будет как-то с ним тоже какие-то вызовы сделать, потому что он все-таки выступает 84 килограмма. Он просто, знаешь, что, если он будет здесь себе, если он зайдет, или в какой-нибудь нормальной лиге, почему бы и нет? Я готов, я всегда готов к любым вызовам. Обычно мне не кидают эти вызовы, а я жду этих вызовов. Мне даже интересно, как это бывает. А ты постоянно, когда ты кидаешь, 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 тебя без ответа как-то оставляют. Ну, не знаю. Тоже как-то неправильно, что ли? Фонарь же есть. Да, фонарь немножко засвечивает, но ничего страшного. Гамзат, а вот какие-то еще... А голову закрыли. Да, вот так вот. Гамзат, какие-то еще варианты есть, кроме ЭСЕ? Просто, опять же, меня, знаешь, что немножко смущает, что ЭСЕ могут все-таки тебя и не взять? Я хочу, знаешь, что я этого бразильца наказать. Больше всего хочу бразильца наказать. Какого? У меня на него сидели обида. С кем он по-фейлу? А, в ПФЛ. Да, я до него по-любому дойду. Рано или поздно, или его тоже накажу. А почему обида? Из-за проигрыша просто, или что-то он сделал еще? Я не люблю проигрывать, это не мое. Я и проиграть, и мне каждый раз, знаешь, потому что, я не знаю, из нас с детства учили, чтобы мы не проигрывали. А, ну, я не знаю, у меня есть... Я даже не знаю, как это объяснить. Спортивная злость. Ну, да. Так-то, будешь, как человек, он хороший, лишит что-то как-то... Ну, я повторяю, спорт, это и есть спорт. В спорте мы все друг для друга, как соперники, там, я не знаю, лишит чего-то. Ну, а за пределами мы уже общаемся нормально, как нормальные люди. Кроме пацанских цитат, в Инстаграме у Гамзата и у Курбана тоже много, в последнее время, оружия я стал видеть. Я так понимаю, вы в КубГ играете, или просто... Да, честно, да. Постоянно сидим там. А вы с телефона или с компа? Ну, честно, да. У нас из-за этого PUBG режим сбился. Утром спать ложились. Да, мы должны быть ко всему готовы. Для наших зрителей, да, мы сегодня собирались... С трайфболом можем поиграть. Мы сегодня собирались записать в 3 часа дня интервью, и сейчас уже 8 вечера, и ребята недавно проснулись. У вас какая-то команда есть? У вас какая-то команда? У вас команда? Ну, команда, че, вот мы вдвоем чисто. Моя команда, это он, короче. А еще кто-то? У остальных, кому-то, кому-то времени нет, у кого-то... Ну, мы спортсмены, у нас кроме спорта... Он говорит, команда PUBG же есть. PUBG команда? Да, 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 PUBG. Кроме тебя и меня, кто-нибудь заходит, что-то... Бывает, заходит. Ну, так, посторонние же. Из известных бойцов, я, кстати, вчера записывал интервью с Магомедом Бибулатовым, и у него тоже своя команда. Я давно уже думал такую тему замутить. Магомед... Бибулат, может, Магомедов? Не, Магомед Бибулат. Или Магомед... А, Бибулатов ты говоришь. Да, да. А, все. Бибулатов. И что, у него своя команда? Да, у него тоже своя команда, и он тоже говорит, что там вот... Кто-то из Ахмата клуба с ним вместе играет, и... Я не знаю, но нам, что там равных нет, мне кажется. По 15-20 убийств. Так вот, в этом и вопрос. Интересно было бы замутить какой-то турнир, может быть, бойцами ММА, по ПАПКу. А можно было бы, если честно? Это было бы, я тебе говорю, мы бы там, я не знаю, что бы мы... Зарубились бы там. Если было бы несколько команд, допустим. Если что, да. Конечно. Да, да. Пацаны, у меня там... У нас нормальный уровень. Ну, я уже понял, что вы в основном время потратите на ПАПК, и, наверное, не остаются на сериалы какие-то и фильмы, и все-таки, может быть, есть что посмотреть интересного, или, может быть, почитать? Ну, а что, я знаю, что я все сериалы почти пересмотрел. Я даже не знаю, как... Вот советую «Бумажный дом», говорят, интересный. Ну, не знаю, я что-то в начале первую серию посмотрел. Я бы посоветовал бы. Смотрел «Острые козырьки», хорошие, мне то, что понравилось. «Османа», «Иртугул» полностью посмотрел. «Османа» сейчас смотрю. Каждый раз жду новую серию. Русский сериал, если игра, это вообще для меня самый нереальный, мне кажется, сериал. Я люблю так. Где-то там, я не знаю, стреляют, бегают. Ну, типа, да. Криминал, короче. Я бы, знаешь, что посоветовал. Я смотрю, бывает частенько легендарные бои, которые переводят этот... Григорий Стангрид. Да, у меня жестко под... Мы смотрим всякие легендарные бои, там, Артур Агати, Микки Ворд, там, Татья. Почти узнаете, кто запомнился. Джонни Татья. Вот его Татья очень впечатлил его. Я ему сказал, этот фильм на один раз его можно посмотреть. Гриш отдельный, респект. Он очень интересно делает, конечно. И еще, а среди ММА, кто озвучивает, не знаешь, кто нравится? Владимир Антоненко, по-моему. Да, он недавно был у нас в интервью. Вот он, короче, мне нравится, как озвучивает вообще четко. В боксе вот этот Григорий Стангрид, а в ММА вот этот Владимир Антоненко. Если бы он про ММА тоже вот эти фильмы, там, всякие, там, Хорхе Масседаль или кто таких бойцов делал бы озвучки, было бы вообще интересно. Он планирует вообще сейчас в таком направлении двигаться, но он делает имбед, да, он делает. И также он туфы переводит. Так что у него много достаточно всего. Он сейчас работает на UFC прям. Вообще четко. Красава. А, Курбан, а что-нибудь из сериалов? Он даже сериалы не смотрит, если честно. Он книги читает целыми днями. Давай книги. И книги читает. Или может там папчик со мной поиграть. Когда после сериал смотрел? Ну, сериал-то я не смотрю, но книги я тоже редко, честно говоря, открываю. Он скромничает. Давай что-то любимое, Курбан, или? Из классики? Давай. Мы с тобой говорили об этом на стриме у нас, но сейчас у нас интервью. Из классики я бы всем советовал прочитать, знаешь, что? Этого. Джек Лондон, Мартин Иден. Интересное. Три товарища, ремарк. А из русской классики? Ну, я это говорю как-то то, что легко читается. А из русской классики, там, преступление, наказание. Что-то в этом роде. Ну, на что вначале хотя бы с этого. Сразу видно Курбана Санкт-Петербурга. Да. Мы развиваемся. Культурная столица, знаешь. Да. И давай закончим интервью. Гамза, какой-то супер цитаты. Я думаю, ты подготовил же ее сейчас. Ты долго думал. И какой-то пацанские цитаты. Чтобы замотивировать всех наших зрителей. А я обычно не проигрываю. Либо играешь и не закончишь. Или как это было, да? Давай еще раз. Ай, в лунном свете вот это. В лунном свете несложно принять собаку за алкану. Скоро рассвет. Это что-то из маги пули. Камы пули. Не, мага пуля, знаешь что? То, что мне его нравится. А столовка? Не, не, не. Я из пустоты падаю в пустоту, чтобы не потерять высоту. Это отличное завершение нашей передачи. Что же, наши зрители пусть обязательно подписываются на инстаграм Гамзата Хиромагомедова. Там очень много пацанских цитат, какие-то кадры из ПУБГ и много еще чего из его тренировочной жизни. А также на инстаграм Курбана Тайгибова. Там тоже очень интересно. Чуть меньше пацанских цитат, но зато есть и сноуборд, даже и обезьянка. Я видел. Окей. Конечно же подписывайтесь на инстаграм Вестник ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо, ребят, большое. Получилось необычно. Все, давайте. Все, на связи. Я думаю, что во вторник я выложу. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм. Где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.